Дамы и господа Доброе утро, Алексей Доброе утро Расскажите, пожалуйста, вот изначально, значит, это онлайн-сервис, в котором можно заказать и буквально-таки издать книгу Но, когда издаются обыкновенные книги в типографии, там же работают корректоры, цензоры Кто это у вас работает? Ну, у нас, во-первых, работают роботы, ну, программные И когда вы книжку издаете в самом базовом процессе, вы берете там Word или там в каком виде у вас книжка есть Кладете к нам в браузер и обнаруживаете книжку в продаже Ну, ни один человек не пострадал по дороге, работали только роботы Есть, конечно, еще и люди, ну, если вы хотите, вы можете заказать дополнительные услуги Ну, у нас пока нет робота-иллюстратора, у нас пока нет робота-корректора и так далее Но это опции, да, то есть вы можете захотеть этого или не захотеть Ну, а что в плане? Вот они технологии, а? То есть можно писать что угодно Нет, что угодно писать нельзя, нельзя нарушать УК РФ, призывать, свергнуть там кого-нибудь Ну, понятно И так далее У нас есть модерация, она тоже автоматизирована За роботами в этом случае люди приглядывают Но у нас очень простая позиция Если книжка закон не нарушает, мы ее печатаем Если нарушает, не печатаем А у вас в онлайне может попасться робот какой-нибудь экстремист такой, да? Который может это пустить? За ним нужно глаз на глаз все равно Слушайте, Алексей, а пишите, как это происходит? Вот я решила, например, издать свою книгу Как, что мне надо делать? Обычно это происходит так Однажды до вас доходит, что у вас уже есть контент книжки Или, не знаю, вы блог писали Или давным-давно писали в стол И думали, что создать это сложно Потом вы узнаете в нашем сервисе Приходите Достаете ворд Загружаете Ну, это все из дома же можно сделать? Да, это можно все из дома сделать И вы обнаружите, что книжка готова к печати в течение минут Ну, а раньше это за минимум месяцы О, ничего себе То есть там все по страничкам, там все корректировано По страничкам, и книжка будет и в электронном, и в бумажном виде Ну, когда она к вам приедет, она ничем не будет отличаться от книжки Которая сделана традиционным способом и так далее Ну, и что на Урале у нас много желающих вот таким способом напечатать свои книги? Специально страничку, статистику про Урал, ну, не знаю У нас сегодня будет в Петровском событие, где можно будет посмотреть на наших уральских авторов разных всяких Да, ну, там их 5-6 будет, да? 5-6, да, ну, вообще я могу не про Урал, а про страну сказать Мы за год поставили в магазины 10 тысяч наименований книг Это больше, чем кто-нибудь еще Неплохо! А 10 тысяч наименований? Наименований То есть это не тиража, это как бы... И каждая как бы там в тираже Да, да, да Хорошо, а что насчет обложки? Я представляю себе книгу, которую можно заказать в интернете Это как бы набор страниц Ну, обложка, это же душа буквально от этой книги Это ее лицо У нас есть конструктор обложек Ну, то есть сначала мы вам сделаем ее автоматически Тоже робот Тоже робот Дадим возможность ее, ну, самим поправить И если хотите, можно заказать профессионального дизайнера Ну, как бы это тоже опция Ну, или если вы сами художник, то можно заказать картинку Если вы сами художник, конечно Вы это все красиво сделаете, да? Слушайте, Алексей, а вот если по-честному, это дешевле выходит, чем в типографии заказывать? Смотрите, типография, она стоит после нас Это дешевле, чем в издательстве Ну, за счет автора Потому что то, ну, как бы зарплату верстальщикам платить не надо Соответственно, мы с вас денег не берем А, ну да, сокращается объем работы И давайте я по-простому скажу Если вы хотите не тираж, а чтобы книжка продавалась То это, как бы, стоит зеро Ничего вообще То есть приходите, ничего не платите, не ждете Получаете книжку в продаже Ну, все, она у тебя сразу в магазин То есть, если ты просто хочешь тираж 10 книжек себе Естественно, ты просто покупаешь А можно сделать себе книгу такую Я сразу же начал Идею, иди, иди, пошли У меня пока ни страницы не написано И вряд ли будет написано А вот с золотым, как это называется? Когда край книги-то золотой Можно, но это надо будет позвонить нашим девочкам И наши девочки там что угодно вам сделают Робот у нас золотом пока красить не умеет Но, как бы, мы в целом любую книгу сделаем В общем, у нас очень простая позиция Если вам нужна книжка, мы вам любую книжку сделаем Все, что можно сделать роботам, нададим вам бесплатно Все, что нужно сделать людьми, ну, как бы, вопрос Кто в основном становится вашими клиентами? Ну, вообще, люди Очень хорошо Это поэты, которые там издали Или это, может быть, вот свой блок печата Смотрите, у нас вообще прозаиков в три раза больше, чем поэтов Мужчин больше, чем женщин Самый распространенный жанр современная проза Это в целом означает, что это книжки про окружающую жизнь Ну, по большому счету Ну, не знаю, нам много всяких есть примеров Мой сын издал в 11 лет книжку сказок Вот у меня Значит, и у него уже что-то больше 150 покупателей есть Это как бы предмет его вот такой вот гордости Это круто Ну, на самом деле, я больше, чем он горжусь Вот есть, не знаю, просто там люди, которые профессионалы и хотят рассказать о своей профессии Есть люди, которые рассказывают о своих воспоминаниях Ну, и, конечно, есть там приключения, фэнтези, стихи, любовная проза Все, конечно, есть Я вот думаю, а вдруг у наших телезрителей сейчас тоже лежит такая стопка, понимаешь, рукописи Да, в столе уже место закончилось Хочется срочно опубликовать их, срочно напечатать Так вот, друзья, сегодня вечером в Ельцин-центре в книжном магазине пройдет встреча с писателями, которые уже произвели на свет вот такие книги С Алексеем, вы там сможете у него спросить, он вам расскажет, как напечатать свою книгу, как потом ее выпустить в свет Итак, друзья, во-первых, спасибо вам большое за то, что действительно рассказали нам, как стать настоящим писателем и издать книгу буквально за пару минут Ну что ж, через пару минут мы вновь встретимся в этой студии и расскажем вам, как нужно правильно просить домового, чтобы он вам вернул ваши ключи